Трагедия, смена места жительства. Денег нет. Разве я не заслужила? Привет, вы смотрите Открытый канал, с вами Саша Найден. У меня сегодня в гостях Алла Жаркова, участница общественного движения Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы только вот создаетесь, я правильно понимаю? Да, буквально в апреле появился такой человек и решил объединить жителей аварийных домов и домов ветхих, находясь в предаварийном состоянии, для того, чтобы мы вместе защищали свои права. Сергей Иванович Перепеченов. И как же, как защищать-то их? Как защищать их? Вот я пять лет уже занимаюсь своим домом, изучила жилищный кодекс, изучила гражданский кодекс, земельный кодекс и уголовный тоже. Я выучила все, что касается аварийных и ветхих домов за эти годы. И я хочу поделиться своим опытом, своими знаниями с жителями таких же домов, имеющих такие же проблемы с домами, как и я, для того, чтобы они могли улучшить свои условия, для того, чтобы они не погибли ни в коем случае под развалинами своих домов, которые все равно в какое-то ближайшее время уже начнут обрушиваться, и трагедии уже потом не избежать и не вернуть ни жизни, ни здоровья людям, потому что такие случаи уже были в стране. 16 числа у вас будет первое учредительное собрание, в котором, собственно, будет все это, организация как-то начнет жизнь, правильно я понимаю? Да, 16 числа мы предполагаем созвать такую учредительную конференцию, пригласить как можно больше, хотим пригласить всех, но насколько мы сможем физически, для того, чтобы люди пришли, поучаствовали в этой конференции, приняли устав нашей организации, нашего движения, совет, организационный совет, координационный совет, и сопредседатель, то есть людей, которые будут направлять деятельность, руководить в какой-то степени деятельности, заниматься бумагами, организовывать консультации людей, то есть помогать людям в этой проблеме. Вы объединились, подписали документ, что вы существуете, а дальше-то что? А дальше мы будем направлять письма, запросы в уполномоченные органы, в органы, которые должны заниматься расселением аварийных домов, то есть в нашу администрацию, в региональные руководства региона, руководство даже Российской Федерации, для решения этих вопросов по расселению. Во-первых, когда начнет работать программа, предполагается, что с 1 января, но пока еще ничего не решено, как будут включаться, в какой последовательности дома будут включаться в эту программу расселения, каков будет срок расселения этих домов, и что люди получат взамен своего нынешнего аварийного и ветхого, еще не признанного аварийным жилья. Вы отправили письмо, вам пришел ответ, денег нет. Такое же бывает. Ну, такое бывает, но вот министр строительства, а даже и премьер-министр, и вице-премьер, который будет заниматься конкретно вопросом расселения аварийного жилья, они сообщают, что регионам будут предоставлены средства из федерального бюджета именно на расселение аварийного жилья. Но также предлагается и регионам принять участие, и муниципалитетам принять участие. То есть в бюджет должны включаться средства на решение таких вопросов. И это обязанность руководства и города, и регионы, и страны. То есть, по сути, просто будете выбивать себе право на это жилье? Будем выбивать право. Будем защищать свое право. Но через суды, если придется обращаться в суды за защитой своих прав, мы и будем также советовать, конечно, тем, кто не такой подковный, не такой опытный в этих вопросах. Людей будем привлекать, потому что у нас в ужасном положении находятся многие жители аварийных домов, и инвалиды, и пенсионеры. В основном, конечно, это социально незащищенные граждане, которые сами за себя постоять не могут, у которых нет информации, у которых нет сил даже для того, чтобы куда-то пойти о себе заявить. А у нас дитя не плачет, мать не разумеет. То есть органы власти, не знаю в силу каких обстоятельств, но свои обязанности в полной мере не выполняют. Вот именно в отношении вот этого вопроса, в отношении граждан, живущих в аварийном и ветхом жилье. То есть инспекции должны проводиться, экспертиза, и дальше в очередь на расселение, на вселение, субсидирование. В общем-то все вопросы какие-то должны быть задействованы. Власть от этого пока уклоняется. Вы говорили еще, что будете поднимать вопрос о том, какое жилье будет предоставляться. Здесь какие-то нюансы есть? Есть, конечно, нюансы. Собственники аварийного жилья, живущие в центре города, имеют право выбора места проживания. То есть однозначно их отселить на окраину города, без их желания их не могут. То есть собственникам нужно считаться. Я правильно понимаю, вы сейчас говорите о том, хотите получить жилье в таких районах новых, как там Иволгина, Ласточкино? У меня здесь работа. Я на работу хожу пешком. Здесь вся инфраструктура. Здесь учится мой ребенок. То есть для меня это просто трагедия. Во-первых, это обременительно будет в материальном плане. В Иволгина нет школы. Здесь у нас школа от дома. Буквально 5 минут, один светофор, безопасное место. Ребенок в любое время, в 7-8 вечера идет один, никуда не боится. И спортивные занятия посещает. И друзья, и все. В общем-то, это морально даже тяжело. А про материальное, то, что я с двумя пересадками за 2 часа должна буду выходить из дома, чтобы добраться до работы. Ну, это же вообще страшно на самом деле. Трагедия смена места жительства. Не потому, что для меня центр дурка, а потому, что для меня это разрушение вообще всей жизни. Зато там качество жилья будет лучше. Ну, а кто виноват в том, что жилье мое стало сейчас таким некачественным? Может быть, это тоже органы власти, которые в свое время не осуществили комплексного капитального ремонта, не содержали жилье. Я как собственник, я стала не так давно собственником, я осуществила все, что могла. Ремонт за счет своих средств я сделала. Хотя я должна была затребовать, привести в порядок муниципальной власти. Но они, в общем-то, клонялись от этого вопроса. Говорили о том, что нецелесообразен ремонт капитальный, потому что дом в списке ветхого жилья, который будет расселен в течение 10 ближайших лет. Вот такой вот был вопрос. Поэтому, ладно, хорошо, расселен, давайте расселяйте. Ну, что можно сделать с этими районами отдаленными, чтобы люди, жители аварийных домов захотели там жить? Ну, наверное, улучшить инфраструктуру. В транспортном плане доехать до Иволгина. Нет, я бывала в Иволгине, у меня там знакомые. Ну, ходит один транспорт, заходит в Иволгина. И едет он как-то в объезд города. Это очень долго получается в объезд центра города из Иволгина. То есть, конечно, там ни школы, ни детского сада, нет всех необходимых магазинов. Ну, там есть какие-то магазины, я знаю, но это еще не все, что нужно для жизни. Опять-таки, выехать в театр тоже дорого. Я пешком хожу в драмтеатр, да и в оперный театр тоже. Понимаете, когда все рядом, вся инфраструктура, ничего уже, наверное, не изменишь в этом плане. И работу не перенесешь. Там и работать-то негде. Но в центре города строится не так много жилья. Не много жилья. Ну, пусть не центр города, пусть просто не самая окраина города, не Комсомольский поселок, не Ивгин. То есть, как-то по максимуму приближен должен быть мой дом к моей работе. Можно ли возводить в центре города большие такие дома, высокие, больше 10 этажей? Вот честно говоря, я считаю, что нельзя. Потому что исторический центр – это невысокие дома. Двух, трех, четырехэтажные, пятиэтажные есть старенькие. То есть, это невысокие дома. И даже 10 этажей – это даже много. Ну, а как же вот так вот? То есть, нужно построить опять трехэтажные дома и просто, да, всех переселить? Ну, это экономически. Я не про это говорила. Максимально приближено. Почему? Это район схемы. Я очень много лет работаю. В этой стране родились все мои предки. В России, в Казахстане, в Украине. Мы все здесь работали. Мы все платили налоги всегда. Разве я не заслужила у своего государства? Я разве не заслужила? Я что, заслужила? Я отдаю очень хорошее место. Конечно, там дома не построишь. Маленький наш дом. Маленький, тем более, выявленный объект культурного наследия. Но банк, любой объект нежилой. Это очень замечательное место. Ваше общественное движение как-то планирует заниматься политической деятельностью? Я лично не планирую заниматься политической деятельностью. Я думаю, что другие участники тоже этого не планируют. Ну, не знаю, там, в пикет встать, на митинг выйти, как-то отстоять свои права. Ну, если уж вдруг будет необходимость именно выйти на митинг, то, пожалуй, я бы пошла на митинг. А на сегодняшний день сколько людей в вашем движении? Больше 90, судя по участникам нашего движения, судя по фейсбуку, больше 90 обратившихся с устным заявлением о желании участвовать в этом движении. А вообще у нас много аварийников в городе, не знаете? Больше 400. Как вас можно найти, не конкретно у вас, а ваше движение? В фейсбуке есть страница «Союз жителей аварийных и ветких домов города Саратова». Если набрать в поисковике, то выйдет страничка нашего движения. Могу назвать даже свой телефон 8-987-306-23-86. Меня зовут Алла. Пожалуйста, обращайтесь. Я отвечу на ваши вопросы, дам вам советы. Расскажу, как связаться с другими участниками нашего движения, с организационным комитетом нашего движения. Спасибо большое, что пришли к нам. На сегодня в гостях была Алла Жаркова, участница общественного движения «Союз жителей аварийных и ветких домов города Саратова». Если кого-то из наших знакомых нужна подобная помощь, обращайтесь. Также ставьте лайки, расшаривайте видео. Обязательно это должны увидеть многие люди. Что ж, увидимся через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok